Здорово, станишники! Bienvenidos, Amigos! Сегодня мы ведем репортаж с озеленительной площадки, которая вот тут у нас на нашем бэхьярде. И, значит, Amigos там работают, а мы, значит, со Светой ведем репортаж. Света, пару слов, что происходит? Вот тут какая-то тропочка, смотри. Это не тропочка, это будет такая речка, но речка из камней. То есть как бы русло, или они так сверху их тоже наложат? Нет, это будет такая речка, она из вивенка идет, там она будет начинаться. А по бахам речки будут красивые такие всякие травки. Но эта речка не в том, что это тропка, чтобы по ней ходить? Не-не-не, это чисто декоративная такая каменная речка. Сейчас это модно, поскольку воды нет, все речки делаются каменные. Хорошо, вот этот холмик тут насыпался. Да, два холмика мы сделали. То есть у нас было много земли, нам нужно было вывозить, а сейчас уже вывезли, нечего делать холмики. Вот это типа Альпийский горок будет. Это маленький холмик. Вот один, и вон второй. Так, второй вот там. Так объясни мне, солнышко, что будет на холмиках? Травка какая-нибудь или дерево какой-то? Там вот это нам центральный поинт. Ну идем туда. Там будет либо, если удастся найти клен такой вот красивый, который осенью дает много цветных листьев. По-английски это называется focal point, а по-русски это такая... Центральный... Визуальный такой момент. Так вот, значит, либо здесь будет клен такой вот... Повыше. Клен, но дело в том, что у нас есть много разных кленов, и японские клены, они все разные. И они не все дают такие красивые листья осенью. Очень красивые листья дают то, что называется платан. У нас это тоже разновидность клена. Но у платана, да, такие как бы падают каштаны, такие очень колючие. В отличие от нормальных каштанов, на них наступить, даже через обувь можно проколоть. Что, на стол? Да, да, они у тебя как гвозди. Слушай, а вот в Канаде же растут клены? Ну еще раз, это все... У них очень много разновидностей. Вот, поэтому если нам удастся найти такой нормальный клен, вот с такими носиками, вот с семенами, которые раньше приклеивали на нос когда-то, то мы посадим здесь клен. А если не удастся, то это просто будет обычная типовая березка. У нас называется Whipping Birch. Это такая плакучая береза со свисающими веточками. Вот она здесь будет на холмике, а вокруг нее будет там, у нас называется Ground Cover. Как это можно сказать по-русски? Покрытие земли, да? Ну, такие ползучие. Ползучие растения, которые мы будем использовать. Они не требуют много влаги, и они очень хорошо расползают, заполняют пространство. Их будет много разных цветов и разного вида. То есть это будет какое-то, так сказать, разносолы такие пойдут. Это будет разносол, но оно не будет все такое одинаковое. Но будет все... То есть смысл этого всего в том, чтобы сделать много разных конфигураций шейпов, да? Круглые, там какие-то очень много трав, таких лохматых, разных цветов. Лохматых, да. Мы любим лохматые, да. Вот. Где-то будет плоско, где-то будет маленькая пальмочка. То есть вот такой будет... Сегодня вот первый день, как они начали работать. У нас есть, ну, план? Я понимаю, что планы обычно затягиваются, но все-таки... Нет, в смысле планы. Он сказал так, что у него реально займет это три рабочих дня. Ну, поскольку он работает фулл-тайм, он наш член профсоюза, этот юноша, и он всю неделю он работает. Поэтому он может это делать только по субботам. Ну и плюс нужно же ему еще поехать купить эти растения. Поэтому он сказал, что где-то недели три по выходным дням. Ага, понял. То есть немножко растянется. Ну да. Ну, мы не спешим. Я хочу сказать ребятам, что вот мы на самом деле очень довольны вот этой вот палубой каменной, или как это назвать, плац. Некоторые у нас называют плац. Мы очень довольны тем, как... Вода уходит. Да. Последние дни довольно сильно штормит. Здесь штормом называется, когда дождь. Ну, такой сильный дождь. Сильный дождь. Вот надо сказать, что вот уходило как к себе домой. Да, моментально дождь прошел. Вот у нас тут, видишь, вот там центральный этот дрейн, да? Да. Он соединен. Вот там еще идет тоже такая мощная. Постой, постой, постой. Ты показываешь пальцем, тебя никто не видит. Вот это дрейн. То есть сюда... У меня центральный дрейн с этой площадки. У нас таких дрейнов много на что. Да. Вот сюда утекает вода. Показывай пальцем, куда ты показываешь. Ну, а дальше вот... Вот там, вот видишь, за беседкой. Да. Там главное, то, что находится эта басень. Там раньше торчала большая белая труба. Сейчас ее урезали. Вот от этой трубы. Если там этот басень переполняется водой, да? То от него на уровне переполнения, где-то один фут от поверхности, идет довольно толстая шестинчей труба на улице. Шесть дюймов трубочка, да. И вот этот вот центральный дрейн, он соединяется с этой трубой. Ага. Поэтому вся эта вода, она моментально уходит. Там сделан определенный наклон. Да. Это все это уходит. И у нас еще тоже все водосточные трубы тоже подсоединены стоком. Видишь? Ну, давай посмотрим. Значит, водосточная труба идет. И? Ну, она идет под землю и тоже выходит туда вот с тем же дрейном. Я понял. То есть она уходит туда же, куда уходят дрейны. Да. То есть это сделана вся система вот этого вот дренажа, чтобы вода не заставила здесь выходила. Вот эта трубочка тоненькая. Это тоненькая трубочка. Это уже орошение, капельное орошение, потому что здесь будут всякие кустики. Значит, вот одна трубочка, здесь еще одна, смотри. Так, а... Это видно там вода, текла, смотри, там что-то так оно. Ну, они, видно, проверяются. Они как раз сейчас там ставят дополнительный кран. Спринклеры? Не спринклеры. То есть они поставят спринклеры, да? Они поставят не спринклеры, они поставят дрипперы, которые будут капать. Ага. Ну, да. Вообще вот береза, она известна тем, что она абсорбирует воду из почвы. Осушает ее? Осушает, да. Ей нужна отдельная вода. И он сказал, что он ей поставит персональные дрипперы на персональном валве, и она будет получать столько воды, сколько ей надо. Иначе, чтобы она вокруг себя не освещала. Ну, хорошо. То есть березку можно посадить на этом помнике, и она будет красиво смотреться здесь. В общем, друзья, потихонечку приобретается вид. Да, забор мы закроем тоже очень красивыми куртами, вот такие же, как ты показывал. На даче, у нас. На даче, вот, на даче, вот, которые засвелиты, ты говорил, что они засвелиты, цветные вот эти вот. Красивые. Зеленые с красным, да, и они закроют этот страшный забор. Причем, этот вот парень, он говорит... Сосед? Нет, нет, вот этот, который делает. Строитель наш. Да, я говорю, что мне хочется, чтобы был более современный дизайн. Да. А все-таки, когда вокруг, ну, вдоль забора, кусты выстроены в линеечку, ну, какой-то такой более традиционный вид. Он говорит, а мы можем их так неровно. Я говорю, ну, смотри, тут есть опасность. Мне получилось, как будто пьяный человек это устанавливал. Все просто мог в линеечку, а так уж получилось. Слушай, вот люди спрашивают, что с забором будет? Ну, вот он же не может вечно так стоять, он уже и так ветхий. Он очень ветхий. Он обещал там вот ту доску, которую не к чему прикрутить, прикрутить другим доскам. Там, давай я покажу это место, там доска, которая стала выпадать. Мы говорим, ты ее хоть обратно прибей. А говорит, а не к чему. Ну, в общем, поскольку у нас дело в том, что, помимо того, что это чисто финансовый вопрос, тут нужно спрашивать разрешение у соседей, чтобы к ним зайти. То есть я, например, не могу зайти, контракторы не могут зайти на его территорию, чтобы что-то с этим забором делать. Но поскольку у нас этот, наш сосед не отвечает на наши имейлы, то есть как бы коммуникация нарушена полностью, то мы не можем зайти на его сторону и что-то делать с этим забором. Прибить доску. Да. Значит, поэтому получается, что за своей территорией, ну, то, что мы можем сделать, мы сделаем. Забор когда-нибудь упадет просто. Да. Ну, и в этом случае, когда он сам упадет от погоды, его покроет страховка. То есть остается просто какое-то время ожидания. А нам этот забор совершенно никак не мешает. Он блокирует, чтобы мы видели чужую территорию. Да. Оно совершенно безопасно. Мы посадим в пусты, этого видна ничего не будет. В общем, будет все нормально. Ну, хорошо. Вот так, друзья, бывает, когда сосед плохо отвечает на имейлы. Ну, это должно быть какой-то сам. Конечно, забор в плохом состоянии, но мы его немножко укрепили вот этими досками снизу. Он стал немножко покрепче, конечно, он не так быстро упадет еще теперь. Но, во всяком случае, он, да, вот Светлана говорит, что он досками снизу укреплен. Вот вы видите, он действительно укреплен снизу досками. Это новейшее, так сказать, событие. То есть совсем недавно произошло. Ну да, потому что мы хотели землю, наверное, накидать. Зато этот забор выглядит практически так же, вот уже когда он выцвел, он выглядит практически так же, как забор с другим соседом. Да, то есть прямо не отличить. Ну, я тебе скажу, вот эти вот штучки, там люди спрашивают, за сколько времени забор приобретает такой вид. Вот эти вот сверху, вот эти клетчатые решеточки, да, их поставили, но не дали, как, может быть, год назад. И вот они приобрели такой уже вид. Ага. А вот столбики, которые нарастили, они все еще держат тот цвет. Ну, потому что они pressure treated. Это специальные зеленые. Ну что же, спасибо, Свет. Мы будем наблюдать за нашим строительством и рапортовать. Да, да, должно быть очень красиво. Особенно у нас в феврале уже приходит весна, такая настоящая весна-весна. Да. И поэтому оно все расцветет, и будет все очень красиво. Отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...